Рустыня. Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Какой так голый вообще. Ладно, не будем трогать. Как мы помним в прошлом видео, я сказал, что сбегаю на тот домик уже, так сказать, посягательство уже на другие острова пойдет. Нам все-таки сплать, потому что от этого дома какая-то прям угроза исходит. Два выстрела, как вы помните, в прошлой серии я сделал с ракетницей с дома, там несколько, четыре. Сразу отсюда троица, очень кучная троица приплыла и начала тут что-то устраивать, какой-то экшн. Пися, мама, там все дела, еще папа, реально третий, наверное, папа. Вот, теперь я решил сюда уже разведаться. Вот тут, конечно, очень уязвимое теперь я, нахожусь в очень уязвимом таком положении, потому что в какой-то момент, кажется, тут плыть сейчас начинаешь, насколько я помню. Да, вот, глубина уже увеличивается и все, я поплыл. То есть стрелять я не могу, ничего я не могу и меня тут фэдшоты просто элементарно можно ставить, поэтому надо как-то продумывать, оббегать. Ну, явно не так, как-то это палевно, либо там где-то оплывать подальше. Ну, в принципе, да, участок небольшой, вот я опять снова бегу, но тем не менее опасный участок достаточно. Ну, ходить только на холм, на холм ТП. Ну, давайте посмотрим теперь, что это за домик. Трехэтажный, два на два, как я говорил, в принципе, очень легко разрушаемый. Сейчас посмотрим, работают ли печки. Вышка уже готова, ребят. Вон моя башенка красавица стоит, островок красивый очень. Дверь простая, сразу оцениваем, с одной стихи вылетит. Тут, может, кстати, даже проще, если простая, простая дверь, железная, то тут проще, наверное, по стихам вообще пройти. Главное, чтобы у них на верхний этаж не было лестницы, вот таких, знаете, штурмовых, потому что они, несмотря на то, что у стих сплэш нету по стенам, а у нее есть сплэш, когда она взрывается, там, ну, соседние вот эти рушатся. Всякие лестницы вот эти штурмовые, ты сам можешь от нее погибнуть. Поэтому. Раз, два. Ну, первый этаж, по-любому, там две-три двери. Потом туда наверх непонятно, что. Третий этаж, возможно, с лутом. Чуваки ходят тут, постоянно резы собирают. В принципе, тут реально можно по стихе пройти. Ну, блин, одна стиха, это смех вообще на вход. Одна стиха, там даже если там три-четыре двери, это четыре стихи, это вообще смех. О, вот этот домик такой. Офигеть, офигеть. Ну, это уже вглубь нового острова. Так, где я вообще нахожусь-то? Да, это уже такой вот островец. По-моему, мой вот такой вот небольшой островец все-таки. Как ни крути. Так, ну что, давайте тогда пройдемся по стихам. Я не знаю, чуваки онлайн или нет. Потому что они реально убегали. Они убегали собирать ресурсы. О! Было жопик. Пробежал резы собирать. Так, там, кажется, выход даже не без просто дырка. Ну, понятно, на крышу. Не видно отсюда. Да, перед новым рейдом я хочу по местности походить, побродить, знаете, немножко проникнуться ей. Потому что, когда ты просто в новое место приходишь, тебе как бы некомфортно. Для тебя каждый куст незнаком, местность незнакома. А когда ты полазил, посмотрел, прислушался, как-то реально успокаиваешься сам. Ну, то есть, ты уже более морально даже больше подготавливаешься к рейду. То есть, ты уже примерно понимаешь, какая местность, откуда какие-то кто прибежит. Вон выход, видите? Дырочка. Там, походу, штурмовая. А может быть, и не штурмовая лестница. Непонятно. Так, вот этот чувак, это левачок пробежал или с этого дома? Непонятно. Кабан, сгинь, сгинь. Вот животные, когда не надо, они хрен убегают. А когда надо поймать, они сразу, как вот лошадь позапрошлой серии, блин. Чуть не спалилась у контора. Так, что здесь еще? Я просто увидел домик и думаю, что здесь. Входные двери, кстати, большие. Входные двери. Тоже дом трехэтажный. И три на два. А, не, три на три, да? Не, три на два. Тоже достаточно, в принципе, легко для рейда можно его использовать. А, так он уже. Нет, тут непонятно. Это была фейковая дверь. Ее кто-то вынес. Так, ну что, в принципе, я гулялся. Что тянуть? Наверное, надо уже идти по дверям в том доме. Все-таки каждый дом нужно оценивать по-своему. Вот, смотрите, походу, это лошади забагованы. Вот лошадь стоит. Я прям в нее могу зайти. И она даже не убегает. Это, короче, проблема в лошадях. Они страх потеряли вообще. Ну вообще, смотрите, вот я даже перед ней прыгаю. Вообще, нул эмоций. Почему я кто-то не добил? Жесть какая-то. Блин, лошади могут всю контору полить, потому что они много слишком шума издают. Ребятки, пока я нахожусь возле этого дома, я уже на своем острове опять движение заметил. Вон, видите, тепло сидит. А, строит что-то. А, это, блин, это опять рус, наверное. Я все на него, блин. Ну, блин, да, уже надо все-таки приспосабливаться к тому, что уже будут подписчики иногда строиться на острове, и теперь уже непонятно, как их отличать. Ну, ребят, извиняйте. Если я кого-то буду убивать, это игра. Я все-таки не говорю уже, что я буду в компании с кем-то. Просто вот так вот. Как бы, если вы селитесь на острове, то имейте в виду, что я всегда вас могу... Ну, как бы, не то чтобы случайно, но я же не знаю, кто вы, враг, не враг. Вы сами видите, какой кипиш тут. Опа! Охренеть! Фо-фэ-фо-фокс. Блин, что за ники? Постоянно мне как специально ники попадаются такие. Что, хрен прочитаешь? А вот это косячок. Второй этаж, да? Второй этаж. Хорошо. Короче, я сейчас схожу за сихами. Как раз ночь. И приду все-таки, пройдусь. Что реально дом что-то напряженный какой-то. О, ребят, я, походу, что-то не знаю. Я пытался на камнях строиться, мне был запрет, как он на камнях построился. Надо подойти и спросить, в чем прикол. Рус! Рус, это ты, не Рус? Рус! Ты, не Рус? Рус! Кто? Говори, чат. Да-да-да, я тут, я тут. А как ты на камне построился? Тут же на этом серваке запрещено на камнях строиться. Не знаю, вот как ты построился. Жесть, а я когда ставлю сюда, у меня это, разлетаются постройки. А как ты сюда запрыгивать будешь? Не, они у меня тоже... Бля, ну подстрою что-нибудь. У меня тоже... Ты реально хрен. Тут сюда не запрыгнуть вообще. Надо будет что-нибудь строить, бля. Подстраивать хуйню какую-нибудь. Ну как-то ты до высокой фундамента задрал. Блин, у меня когда строился на камнях, у меня не получалось. Разлетались постройки. Типа на сервере запрещено на этой местности строить. Как ты умудрился, вообще непонятно. Бля, я теперь сам туда попасть. Да я же тебе про что я говорю. Туда хрен запрыгнешь вообще. Это нам получается какой-то ящик ставить перед входом, и чтобы на него становиться и запрыгнуть. Это жесть какая-то. Ладно, давай, пробуй. Пробуй. Давай, давай, буду пробовать. Ты кто-то появился, я хотела играть, начать. А откуда ты узнал об этом сервере? Не знаю. Я раньше в нем узнал. А, я понял. Смотрел тут. Я понял. Ну ты это, на этом острове очень опасно жить. Мне кажется, лучше тебе куда-то в другое место пойти жить. Тут убивают всех. Что, флэш ты? Флэш. Сука, опять не получается. Флэш. Не, это не я. Это не я. Ладно, реально, тут на острове очень опасно жить. Да, это я, это я. Не поли контору. Рус, я бы тебе привел этого соседа. Вот, маджик. Да, маджик. Не, ну я имею в виду не с тобой жить, а просто где-то рядышком, чтобы вы друг друга знали. Вот, маджик. Держись, русая. Смотри, что он делает. Учись. Может, поможете друг другу когда-то. Свел, ребят. Ну а что делать? Надо подписчиков всех в одной куче селить, чтобы я знал, что вот в том месте, там все свои ребята живут. Ну как свои. Потому что с кем я познакомился уже, как бы пообщался, у меня уже рука не поднимается за человека убивать. Не знаю. Потому что я добрый. Я не могу там привет-привет, там флэш. Я вообще тебя знаю и пустить этому человеку пулю в голову. Ну это как-то вообще не по себе у меня аж. А когда ни с кем не общаешься, то в принципе рука поднимается. Потому что я же не знаю, кто это, правильно. Ладно, все. Много трендежа. Ждем утра. И я пойду по дверям в том доме. Нужна будет помощь твоя. Сейчас по утру пойдем, мы зарядим один домик, ресурсы себе заберешь. Спустись сюда, я тебе скину этот лут. Приоденься, чтобы ты мог меня прикрыть, коль ты меня уже нашел. Значит тебе повезло. Вот сюда сейчас скину. Смотри, по айпуху скидываю. Скинул. Подбирай, видишь? Подобрал. Так, 10 патронов. Подобрал? Так, Рус, это ты? Рус, давай подойди, я тоже тебе дам это оружие. Так, постарайтесь не шить. Я никак не разберусь, как эти киты прописывать. Так, третий лишний, ребятки. На этом сервере не больше трех игроков. Поздоровайся и иди стройся. Кто это? Бежит. Кто это у нас? Кто это? Подожди, стой. Стой, стой. Без баста. Все, все. Поздоровайся, это я. Видишь, ты? Контору не пали. Да. Понял? Все. Рус. Как киты прописываешь? Что-то. Да, да. А, ты не разобрался? Ладно, Рус, давай тогда... На тебе, Рус, я тебе... Подожди, стой, стой. На тебе дробаш, на тебе 10 патронов. У меня просто лишнее. На тебе шлем и... нагрудник. Так, а тебе, Magic, на тебе тоже шлем и нагрудник, и на ножник. Спасибо, Флэш. Я вооружил все по правилам сервака, не больше трех человек, потому что это бесклановый сервер, только не больше трех людей могут. Ну, коль уже попались, ладно. Те, кто случайно меня находят, те счастливчики могут попасть в видос. Сейчас, в принципе, я не на прикрытие встану, а я пройдусь по дверям. Посмотрим, что получится. Хоть я и соловик, но ладно, надо уважить подписчиков все-таки. Знают по голосу. Это приятно. Так, ребятки, ну смотрите, я пойду в дом. Так, кто это третий бомж? Это не наш. Это не наш бомж, бомжам не место тут. Смысл? Я иду сейчас по дверям сихами. Ваша задача крыть сверху, чтоб никто и с воды просматривать. Короче, меня прикрывать. Все, потому что сейчас на бабахе начнут прибегать, ну, возможно, какие-то люди, поэтому... Желательно не с лука стрелять, если что-нибудь посерьезнее. Ладно, все. Вы снаружи. Опа, а тут интересно. А смысл ставить дверь такую? Под... Тут шкаф, кстати. И что-то еще, да? А, и печка. О, блин, вот сюда бракетку замутить бы, а? Ну, ладно, просто сих. Блин, жалко сих утратить. А, тут... Ребят, есть топоры? Топоры есть? Нужно два топора срочно, ребятки. Один только. Один. Иди сюда, иди сюда. А, вот у меня есть. Не-не-не, все, вы долбите. Вот тут стена неправильно стоит, деревянная. Давайте, а я постою на улицу. Они тут немножко сфейлили. Блин, тяжело долбиться. Не хватит, да, наверное? деп-как лучше луками стрелять? Блин, одна деревянная. Ой, этим железным топором. Да луком ты закал... А, сколько лук носят? По одному хпу, это бред. Одна стрела, одно хп. Кидейли, короче, сейчас я вам накрафчу этих топоров. Жалко, металла нет, ладно. Так, ребятки, скидываю 4 топора, поделите. А, давай, давай, давай железные топоры. Блин, зря, конечно, ну ладно. Там слишком много резов. Где я его могу дать? Да у меня все есть, мне дали. Так, 3 топора. Ребятки, знаете, нормальные топоры. По одному скидываю. Один и второй. Сейчас дело быстрее пойдет. Блин, Дели, конечно, ты зря... Ой, старт зря потратил. Там дофига дается, он только один раз завайвил. Так, что у нас на полу, это? Все, в принципе, должны продолжиться. Так, ребятки, процесс идет. В принципе, блин, как я знал, мне все-таки судьба улыбается иногда. Вот знал я, что надо этих ребят взять, потому что сейчас вообще очень быстро мы выдалбливаем эту стену, не надо сиху лишнюю тратить. Потому что как-то странное решение ставить на вот этот деревянный проем супер арморедвер. блин, смысл. Все, стрёмненько. Все, ребятки, давайте, ребятки, смотрите, в оба там аккуратненько. Добиваем. Мне, ребятки, оставили одно хп. Ребятки, смотрите, в оба. в печке 400 наплавленного сульфура, 200 металла можете забирать. Шкаф очищаю, авторизовываюсь. Придете, авторизуетесь. Так, поднимаюсь наверх. Опа, трубачок лежит. Не трубачок, а я живу облутал. Кирочки. Опа. МВК. 10К дерево. Так, ребятки, на втором этаже тоже ящичек. Можете уже подниматься, разграбливать потихонечку. И в печку не забудьте заглянуть. Тут у нас еще там дверь дальше. проем он быстрый? О, отлично. Ну там, скорее всего, проем уже на улице. Так, ребятки, дайте, а вот все, я топорик один возьму. Там, короче, проем давайте еще наверху раздолбим побыстрее. Да, плавит. Он там легко долбится вообще. Он там по 3 хп за удар сносит. Так, ну и вот выход, собственно, наверх. Отсюда хороший обзор. Специально продолбился. Да, 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 я просто хочу понаблюдать отсюда. уже смотровая. Да, такая смотровая нормальная. Ну, вот такой вот получился, ребятки, рейд. Так, ребятки, давайте я вам отдам это, Дейли. Это я прописал. Тысяча камня, кому надо. 300 железа, 200 серы, еще 100 железа, 800 дерева. Мне просто ресурсов хватает. Ну все, вы там снизу все разграбили, да? Ребятки, снизу все забрали? Тут серу 45 еще снизу не забрали. Так, ребятки, спасибо вам большое, вы вовремя появились, видите, быстренько Баста, Мэджик, можете привет кому-нибудь передать? Привет. Спасибо большое, прошу. Я купил недавно себе игру и нашел тебя. Все, ребятки, молодцы, видите, как получилось, вы сразу в истории теперь вошли, помогли мне с рейдом, все. Ну, Мэджик, ты обратно на остров, я так понял, да? А Баста, ты куда? Да. Да, я не знаю. Я понял. Ну все, всем спасибо и всем пока. Так, все. Так, на камнях нельзя строиться на этом серваке. Не, можно, можно, он подстраивается, но строится 4 фундамента, а стены не строятся. Ну да, они обваливаются. Ерунда какая-то. Тут хитро сделано, просто на этом сервере как бы сервере запрещено строиться, по идее, на камнях. Да, я понял, я вот там построил, а как туда подлезть, я вообще в шоке. О, ребятки, не успел я отлучиться, пока бегал рейдит. Опять пристройку замутили сверху. Что же за люди такие, а? Что же они тут все хотят? Да, у меня тут зона, короче, что-то на шкаф поставить. Заколебали эти пристройщики, на том же месте опять пристроили. Что же они тут все хотят? Да хотят. Оп. А-а-а! Нифига себе, вот это лоханулся. Что же, пришлось хом-тп писать, чтобы оттуда степешиться, там же двигаться на этих вообще нельзя. Что они тут все хотят, выстраивают, тут все куда-то пробираются, на короче реальный шкаф подключить. Заколебался я уже. Ребятки, решил немножко поторговать, написал в чат, куплю рецепт на оптику. Продаю за 3 кассира, хитман. Я его, кстати, один раз уже убивал. Так, надо ему написать, хитман. Я первый раз этим занимаюсь. Покупаю приорит на оптику. Хитман, покупаю, короче, я не стал ее искать, коль я уже 20 кассира на этот. Как его, блин? Укра, зарейдил. Я, в принципе, могу теперь покупать. 3 кассира, это, в принципе, цена очень нормальная. Сейчас, если получится договориться с ним. Кто к кому тп? Я первый раз я это делаю, поэтому, в принципе, посмотрим. Ну, как бы тут, получается, на доверии все должно быть основано. Если ты пашешься с ценой, либо чувак пашешься с рецептом, ты можешь его убить, изучить рецепт и все, да, по сути. То есть, тут как бы основано на доверии, все-таки репутации надо дорожить. Надеюсь, Хитмана я уже встречал, я его даже убивал. Как раз, когда Большой Дом рейдил, да, я вот с этой, с болтовочки долбанул в голову, то, в принципе, достаточно этот человек давно играет и, мне кажется, репутация должна быть на нем более-менее нормальная. Сейчас на ваших глазах попробуем все-таки оптику. Я, я же не могу, я умираю, я хочу оптику, мне не хватает увеличения, пипец как. Поставлю на калаш, пофиг, болта нету. Хотя бы буду периодически снимать, ну, то есть, чисто для наблюдения. Так, ребятки, с Хитмана он вроде договорился, он требует 3К серы, но я ему предложил одну С4, потому что у меня все равно остались, мне за серой далеко бежать, все, одна С4. Потому что одна Сишка, это по серии выходит 2,700 именно в пересчете на серу Сишка крафтится, ну, там плюс по мелочи, то есть, по сути, я даже немножко сэкономил. Поэтому сейчас буду ТП делать. Так, взял одну Сиху, ребятки, потому что полностью разделся, чтобы если вдруг он кидал, то, чтобы он хоть меня на все остальное не нагрел. Кидаю, кидаю, кидаю. Так, теперь нужно вспомнить. ТПР Хитман. Хи-и-и-т-а-ма-не-не. Оп. Вы запасили. Во. Все, отлично. Сейчас на ваших глазах, я, может быть, надеюсь, приобрету оптику. Если он меня сейчас будет убивать, я прям, почему на быстрый слой поставил, я сейчас сразу выкину ее нахер. Потому что серу трудно выкинуть, она исчезнет, а если Сишку установишь, то она вообще никому не достанется. А, не, он же может меня блутать, пока я сплю. Все, я понял. Ладно, сейчас уже надеемся чисто на добропорядочность. Здорово, Хитман. Алло, алло, алло. Оружие, броня, ресурсы, рецепты. Красивый у тебя тут магазик, вообще четкий. Сюда ложить, да? Вы говорите хоть что-нибудь? Нет, я вас вообще не слышу. Ложу Сиху. Да, 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 давай. Все, все, положил Сиху. Флэш, ты? Нет. Что-то ты врешь мне. Я и вышел сразу, даже не боишься? Сразу вышел такой. А чем мне бояться-то? Я тебе вписал в контакт, напиши мне, я тебе эти рецепты бы надавал тогда. Я тебе... А я тебе что ответил? Ты не ответил, ты сказал, да, да, спишемся, спишемся. Ну, просто реально, мне... Я даже ничего не написал. Мне по 50 сообщений в день пишут, и уж извини, я просто не всем успеваю отвечать. Не-не, мне больше ничего не надо, я все честно купил. Забери, я тебе говорю, она исчезнет. Не-не-не, она исчезнет. Мне она не нужна. Мне просто реально уже... Я пипец как хотел этот рецепт. Спасибо огромное. Ну, в принципе, смотри себя в видео, и все, кто играет на Зет Расте, лично я, Флэш, советует Хитмана. Вообще не обманывают. Магазин все четко продается, покупается вообще красавелла. Все, спасибо за рецепт. Я с них не буду, все по чесноку. Никаких привилегий. Давай, давай, обращайся. Да-да-да. Я говорю, официально советовать теперь буду тебя нормальной цены. Давай, ник не спалим. Давай. Да, в принципе, видео видят. Я же открываю эти ящики-то. Так, о чем мне теперь килл, прописывать? А можешь домой, ты поможешь, а может, это человек тебе помочь. Я, я помогаю. Успел, успел. Все, все, ребятки, прилетел я обратно. Хитман, всем рекомендую. Ну, вы увидели, там у них все грамотно. Я даже не думал, что настолько все круто. Все под контролем, там пистолет, все, здесь не получится прилететь. Хотя, не, смотрите, получится. Реально получится, если напакостить, разбобить дом. Я думал, когда я ТП-6, ты же какое-то время лежишь перед игроком, тебя могут облутать, забрать. Я думал, так будет все происходить. Вот. А они, по сути, вообще были далеко от меня. То есть, если я теоретически, ТП-6, там с 10 сихами, или с 20 сихами, на быстрых слотах. Их моментально, ну, если так, чисто западло, знаете, как Аллах Акбар сделать. Раскидываешь за доли секунды все эти сихи по кругу, там, бах, 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 ну, чисто ради прикола. То есть, в принципе, можно замутить. Ну, ладно, в принципе, все грамотно сделано. Рекомендую все, кто... Вот он, 50 МВК стоит. Наконец-то! Вот он, красавчик у меня. И мы его сразу ставим. И вот, что у нас получается. Кстати, сразу проверю бак, мне там советовали. Нажимаешь на правую и через Alt начинаешь двигать. А, уже все пофиксили. Да? А, во! Короче, через Alt вертишь башкой, и у тебя получается бинокль задом наперед. Смотрите. Настолько? Все-таки бак до сих пор работает. Зажимаете правую кнопку, зажимаю Alt, то есть у нас оружие прямо смотрит, и я начинаю вертеть башкой. Да, и вот черный экран, его прям можно границы видеть. Вот он. А все остальное вы увеличиваете. Обзор абсолютно нормально. Вот это, короче, баг. Вот это круто. Вот если бы не было всей черноты, ну ладно, фиг с ним. Теперь такое мега увеличение, просто жесть. Бабах! И туман, смотрите, еще туман начался. То есть, я хочу вот этот дом обозреть полностью лету. Я вот так поворачиваюсь, зажимая правую и через Alt двигаю вправо. Где там этот дом-то? Вот, весь этот дом без черного экрана. Вот, пожалуйста, смотрим. Вот это крутяк. Не, теперь, во, пожалуйста. Это свой вроде. Блин, как же круто. Я же отвечаю, я же кайфую. Только болт осталось. Бах! Наперед. Ух! Ух! Молодца, конечно. За сиху купил, даже сэкономил серия 300 единиц. Ну все, ребятки, уже увидимся с вами в следующей серии. В принципе, мне понравилось. Все. Все.